Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На библейский портал XGET пришел вопрос. Мне не нравится священник в нашем храме. Не хочу причащаться у него. Можно ли ходить в другой храм для причастия? Стихиан Златоуст в одном из своих слов говорит, когда видишь, что священник преподает тебе дары, знай, что это Христос простирает к тебе руку. Неужели мы отвергнем эту руку? Что значит не нравится? Не так выглядит, не тот цвет волос или лысый, не такая борода, не так говорит. Прошлый священник был музыкальный, их служба была красивая, этот нет. Это очень эмоциональное, человеческое и совсем не духовное устроение ваше. Священник – это тот, кто служит, сослужит в алтаре Богу, совершающему таинство Евхаристии, и преподает вам от Царя Вселенной, нашего Творца, преподает тело и кровь его Сына. Какая разница, как он выглядит? Какая разница, как он говорит? Если он, когда принимает у вас исповедь, наносит вам какой-то урон, если он ведет какой-то недостойный образ жизни, а вы не по сплетням это знаете, а это видели по-настоящему, и если он, и окормляя вас, и принимая у вас исповедь, дает те советы, которые вас разрушают, тогда стоит задуматься о том, чтобы перейти в другой храм. Во всем остальном, я хочу сказать, что священнику иногда терпеть прихожан тоже сложно. Если священник будет так относиться, вот этот мне нравится, я его причащаю, а вот этот не нравится, я его не буду причащать, то в суд его суждения будет ему священство ему. Но если у вас несколько храмов, ну, можно перейти в другой, но переходить в другой храм и менять духовника можно только по одной причине. Нельзя это делать по страстям, нельзя это делать по эмоциям. Это можно делать только если вы нашли священника, окормление у которого приносит вам значительно большую пользу духовную, вы быстрее стали расти. Допустим, этот священник слишком мягкий, а тот построже, а у вас свои внутренние строгости нет, и вам нужна внешняя. И вы идете туда, потому что да, там это будет больно, но вы будете расти быстрее. Тогда можно переходить. А вот такие вещи не нравятся, мне кажется, это даже на грани какого-то кощунства. Знаете, я когда начинал служить 30 лет назад молодым священником в храме стихия Николая в Клёниках, там был совершенно чудный, дивный настоятель, царство ему небесное, отец Александр Куликов. Очень известный московский духовник. И вот он выходил с чашей, когда, то весь народ хотел причащаться в него. А рядом стояло два священника помоложе, самый молодой из них я. И он гневался, он говорил, братья и сестры, не кощунствуйте, идите к тем чашам. И даже во время исповеди он так говорил, когда у него была большая очередь, а, допустим, у меня, который жил на свете меньше, чем он служил у престола, литургию, тем не менее, он говорил, не кощунствуйте. Текущую исповедь можно принести любому священнику, нравится тебе он или не нравится. Кстати, в этом храме, где сейчас покоятся мощи старца Алексея Московского, праведного, где и служил отец Александр Куликов, вот этот отец Алексей, он тоже очень многим не нравился поначалу. Вот если читать воспоминания, то люди приходят и говорят, что какой-то плюгавенький, маленького роста, голова на бок, поруч развязан, болтается шнурок, он ходит кадит, что-то такое говорит. Или, например, владыка Иоанна, свидетельств Сан-Франциский, он вообще говорил так, что было ни слова непонятно, он был гугнивый. Когда он отказывался от священства на синоде русской зарубежной церкви, он сказал, что у меня дефекты речи. И ему сказали, у Моисея были те же проблемы, и аргументов у него не осталось против. Понимаете, бывает так. И иногда, чтобы священнослужитель не возносился, Господь дает ему какой-то, ну вот такой внешний повод смиряться. Такой же повод был у, между прочим, апостола Павла. Он говорит, да мне ангел сатанин жало в плоть, чтобы я не превозносился своими чрезмерными дарованиями. А в одном из посланий, не помню в каком, сейчас простите, он говорит, если была возможность, вы бы исторгли свои очи, чтобы отдать мне. Поэтому очень многие толкователи священного писания сходятся на том, что у него была какая-то болезнь глаз. Представляете, вы приходите к человеку, которому возвещают о Христе, а у него больные глаза. Вот самое зеркало души. Что-то такое, или некрасивое, или что-то еще. Вот это такое для смирения было дано. А кругом было там, в Эфисе, в Каринфе, в Афинах, было очень много красивых людей, которые бы понравились внешне. Но о жизни вечной во Христе говорил только апостол Павел. Поэтому это не должно быть препятствием. Надо уметь читать текст, который вам говорят, а не смотреть на то, как он написан и в какую рамочку он вставлен. Вот что этот человек говорит? Вот он говорит вам от Господа. Совершает богослужение. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.